Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. В первую очередь мне бы хотелось развести несколько важных, как мне кажется, понятий, потому что мне кажется, что это сделать необходимо. Дело в том, что юмор он действительно бывает разным и совершенно нормальным такое может быть, что вам просто не подходит определённый юмор. И юмор, который есть у окружающих вас, людей вам, например, непонятен, ну и так далее. Мне кажется, что это совершенно нормально. Поэтому в первую очередь я бы сказал, что обратить внимание нужно именно на это, на то, что есть юмор такой, который вам не приятно, не подходит и так далее. А есть то, что действительно смешно, есть то, что действительно интересно, приятно и так далее. Это первое. Это первый момент. Второй момент, на который мне кажется нужно обратить ваше внимание заключается в том, что у вас как будто бы немножко, знаете как, занижена самооценка, что ли. Я бы так, так сказал. То есть то, что вы, ну довольно легко, как мне кажется, вам изменить ваше представление о себе. гораздо легко, как мне кажется, вам показать, что вы, условно говоря, можете быть, ну какой-то не такой, может быть какой-то вот, какой-то странный, неправильный, может быть даже и так далее. Вот, работать над тем, чтобы ваше представление о себе самой были несколько более устойчивыми, чтобы они не зависли от того, что вам говорят, от того, кто вам говорит, от того, ааа, там, что люди медведевают, и прочее, прочее, очень важно, очень важно, чтобы на это вы обращали свое внимание. Поэтому, ааа, вот эти два аспекта, эти два аспекта, ааа, эти два аспекта, ааа, крайне важно, как мне кажется, вам для себя поисследовать. Крайне важно, как мне кажется, вам для себя заметить. Крайне важно, как мне кажется, подкорректировать, ааа, и дальше уже двигаться. Вот. А сейчас вы видите, как мне кажется, некоторую опасность и довольно серьезную опасность в том, что люди по отношению к вам делают, и как люди себя по отношению к вам ведут. Вот. И если вы видите злость, и если эта злость как-то вас, ну, напрягает, как-то вас раздражает, как-то вас выбивает из пили, то есть можно на это обратить тоже внимание. Вот. Это совсем не означает, что вы должны принимать, ааа, то, что люди делают. Ну, по крайней мере, сделать так, чтобы вас это не ранило тяжело, да, то есть совсем, совсем не ранить, наверное, это не может, потому что, так или иначе, какие-то негативные ощущения такого будут, но, ааа, сделать, сделать так, чтобы не ранило сильно, ну, мне кажется, вполне, вполне можно. Конечно, если вы хотите, если вы этого хотите, конечно, конечно же. Вот. Если, ну, словно, если вам-то интересно, словно говоря так, я бы так сказал. Вот. Такой, примерно. Расклад я бы выделил. С числа юмора, это игра контекста. И нужно сказать, что если в силу особенностей своего восприятия, или в силу, ааа, особенностей своего восприятия, или еще, еще в силу, ааа, ряда каких-то других, ааа, причин, вам сложно воспринимать контекст, или вы его не видите, или что-то такое, то это не делает вас хуже. Но мне кажется, что вы воспринимаете это как, ааа, просто еще один, ааа, удар, по своей, там, самооценке и так далее. Вот. И если их близко хотите шутить, то, ну, не смешите о том, чем смешно вам. Вот. А не пытаться, там, не знаю, подстраиваться от других людей. Вот. Это было бы, на мой взгляд, опрометчивое решение. Вот. Очень опрометчивое решение. Это было бы решение. Ну, ну, потому что, как бы, я не знаю суть, когда подстройка под других людей приводила к чему-то позитивному, чему-то хорошему и так далее. Я таких случаев не знаю. Вот. Поэтому здесь, ааа, здесь важно, на мой взгляд, разграничивать, ааа, вашу самооценку, вот, и, ааа, уменьшить эти вещи. Вещи это разные. Пригладно на то, что может казаться, что они похожи. Нет, они не похожи. Это вещи разные. И давайте мы, ааа, с вами постараемся эту разницу прочувствовать. Постараемся эту разницу увидеть. Постараемся, ааа, вот, сделать, условно говоря, сделать так, чтобы вам было легче. Это можно сделать. Ааа, просто нужно постараюсь, ааа, помочь вам, ааа, привыкнуть опереться на себя. Не на кого-то, вот, ааа, не на других людей операций, а именно на себя. Вот. Если вы научитесь это делать, если вы будете это делать, то вашу жизнь облегчит. Что такое ненависть? Это ошибка. Ааа, ненавистью люди, ааа, как правило, защищаются от, ааа, ну, определенного негатива. То есть, ааа, ненависть, это то, что помогает, ааа, человеку сохранить свою целостность. По его мнению, конечно. На самом деле, это происходит далеко не всегда. Вот, и, ааа, на самом... Ну, на самом деле, нет, ненависть, это больше про, ааа, невозможно, невозможно, как раз таки, аа, сохранить свою целостность. Ненависть, это про отчаянную попытку это сделать. Но, как правило, попытку неудачно достаточно, вот. Потому что, если мы начинаем кого-то ненавидеть, то, это уже означает, что мы потеряли свою целостность. А вот, предмет этому, то, что мы не целостность, не можем, к сожалению. Вот. Ну, тут, тут, конечно, можно только по... и предложить такому человеку помощь в решении его трудностей. Я бы, я бы, по крайней мере, сказал бы, наверное. Ну, я бы сказал так, я бы сказал так. Вот, на таком ключе, ключе, я бы ответил вам. Вот. В конце концов, не каждый человек умеет шутить, и не каждый человек умеет шутить, аа, так как надо, как, ну вот, как ему кажется надо. Я думаю, что точно довольно важный момент. Если вы требуете от себя каких-то шуток, если вы требуете от себя шуток на определенном уровне, то, что вряд ли это уже будете вы. В этом месте можете иметь, пожалуйста, это видео. Это вас. В этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это может помочь вам начать работу над собой. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. И будем на связи. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...